В районах Северной Осетии продолжают возводить фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас работы завершаются в селении Алханчурт, пригородного района. А вот в Михайловском ФАП уже готов и принимает пациентов. Какие там создали условия, проверили активисты Общероссийского народного фронта. Медучреждения и общественники инспектируют по плану. Хеток Плеев расскажет подробнее. Амбулатория в селении Михайловском уже принимает пациентов. Для жителей здесь есть все необходимое. Для маломобильных граждан тоже создали условия. При входе установили пандус. Особое внимание уделили комфорту пациентов. Например, вот такие цветные указатели. Построено отлично. То есть вот нареканий нет. Потому что несколько раз мы смотрели, были какие-то мелкие такие недочеты. Уже по ходу того, как мы перебрались в здание, мы связались с подрядчиком. Все, что нас недоустроило, нам сделали так, как хотели именно мы. Местные жители новой амбулатории довольны. Но в работе есть недочеты. Говорят, на приеме приходится ждать терапевта. Заведующий амбулаторией объясняет. Проблема временная. Двое из медработников болеют. Работу врачей тоже решили облегчить. Амбулатория скоро подключится к системе БАРС. Помимо ведения документации, там ведется также электронный прием. Все систематизировано в одну систему БАРС, в которой, в принципе, сейчас и будет работать медицина. То есть это способ перехождения от ручной лисанины. Эта амбулатория рассчитана на 100 посещений в смену. Здесь есть и кабинеты стоматолога, терапевта, отделение женской консультации. А вот если пациентам понадобится помощь других специалистов, ее окажут врачи районной больницы. Медработники сами готовы приезжать к больным. Мы хотим еженедельно, либо ежемесячно, раз в месяц организовать день кардиолога. Собрать кардиологических больных. Кардиолог выезжает, всех осматривает. Потом день невропатолога. Точно так же собирается группа неврологических больных, которых также смотрит невропатолог. Это будет очень удобно. Активисты ОНФ отмечают. В амбулатории пока не установлено все оборудование. По словам руководства, в скором времени медучреждения полностью оснастят. Еще одно медучреждение готовится к открытию. Последние штрихи доделывают в фельдшерско-акушерском пункте в селении Алханчурт. Объект возводят по нацпроекту здравоохранения. На строительство выделили более 6 миллионов рублей. Члены ОНФ работы проверили. Говорят, посмотреть готовность приедут еще раз. Такой же фельдшерско-акушерский пункт скоро появится еще в одном селении пригородного района. ФАП в селении Дон Гарон тоже строят по нацпроекту. Внутри уже идут отделочные работы, а снаружи укладывают плитку. Строители понимают, что это не просто объект, а место, куда люди будут приходить за помощью. Я делаю от души, они тоже от меня очень довольны. Я 6 часов только на работе. Активисты ОНФ постоянно контролируют строительство соцобъектов. Мониторят и уже открывшиеся. Если есть замечания, составляют документ. Затем его передают в ответственные органы. Там недочеты должны устранить. Чтобы люди могли за своим здоровьем ухаживать, для этого нужно создать условия. Первая помощь – это самое главное. В нынешней системе здравоохранения это практически отправная точка. Поэтому именно сельскому здравоохранению огромное внимание уделяет и президент страны, лидер Народного фронта и глава республики. В медучреждения пригородного района общественники вернутся через месяц. Снова проверят, все ли идет по плану и как решили возникшие проблемы. Хедок Плиев, Игорь Войцуховский, Новости Сети.